Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днём с памятью святой великомученицы Пороскевы Пятницы, которая весьма почитаема была на Руси, хотя древняя мученица святая не из наших земель, с памятью святого преподобного Арсения Каппадонтийского, который был духовным отцом весьма почитаемого и хорошо известного нам старца преподобного Паисия Святогорца. Он его крестил и в крещении нарёк своим именем Арсений и вместе с ним уходил из Малой Азии во время так называемой Малоазийской катастрофы, когда все греки были выгнаны из Турции. Этот святой известен ещё тем, что он составил использование псалтири как требника, это доступная ныне уже информация, какой псалом он считал на какой случай жизни. Мощи этого святого отец Паисий старец обретал нахворку и сейчас они находятся в разных частях православного мира, в некоторых монастырях, основанных преподобным Паисием, в частности, Суратим от монастыряна Богослова недалеко от Салоника и на Афоне и в других местах православных храмов. Сегодня также память преподобного Феофила Китаевского, блаженного, ресторанья юродивого XIX века, тоже очень интересное у него житие, те, кто найдёт время сегодня, воскресный день, посвятить Бога любезному чтению, назидательному для себя, можно прочитать житие предблаженного Феофила Китаевского, тоже очень блаженное, это особая статья и особый вид святости. На Руси, как мы знаем, блаженных было много, Русь отличалась тем, что у нас чин блаженства, блаженных, ресторанья юродивых, особенно наполнился разными, в разные века, разными святыми. У нас в Петербурге Ксения Блаженная, Московские Блаженные, Устюрские и так далее, Новгородские, ну вот, был и Киевский, блаженный Феофил. Сегодняшняя Евангелие, вроде бы нам известная, вроде бы, на первый взгляд, привычно ум скользит по поверхности, ну, исцеляет Господь Прокаженного, Бесноватого, Гадаринского Бесноватого, изгоняет из него легион демонов, они входят, просят креста, чтобы войти, не просто идти в бездну, но войти в свиней. И эти свиньи бегут по склону калма и тонут в озере Генесарет. Тем не менее, вроде бы, известное нам повествование, если мы задумаемся и помолимся, имеет в себе много содержательного и полезного для нас. И первое, это любовь Божия, потому что, смотрите, сколько было демонов в этом человеке. Целое стадо свиней утонуло. А этот человек, который, сказано, бегал по пустыням, разрывал цепи, которыми пытались его люди связать, чтобы он не стучался о камни и как-то успокоить его. И вот он за все это время не утонул и не разбился. А свиньи погибли в раз. О чем это говорит? О том, что любовь Божия хранит человека, даже когда он бесноват, даже когда он очень грешен. Но Бог сохраняет жизнь человека, чтобы он успел еще покаяться. Во-вторых, какая вместимость души человека? Он вмещал... Ведь сколько вмещал в себя демонов этот человек? Целый легион. Казалось бы, человек не такой уж большой, чтобы вместить столько. Но, оказывается, он может вместить столько демонов. Но от обратного, значит, человек, и это об этом сказано в Священном Писании, может вместить в себя столько же ангелов. Значит, человек действительно предназначен вместить в себя, в конце концов, в самого Бога. Его душа бездонна в каком-то смысле. Потенциально бездонна. И даже вот это событие, вроде бы отрицательное, как гибнут животные, расстроены их хозяева, что тоже, кстати, грустная часть истории. Вместо того, чтобы порадоваться исцелению этого долго мучимого человека, они обращаются ко Христу со словами «Выйди из нашей страны! Ну, посмотри, сколько мы потеряли! Целое стадо! Ну, стоило ли ради этого? Как-нибудь по-другому там исцеляет! Причем здесь мы-то? Почему мы должны страдать? Почему наши свиньи умирают?» Такая грубость и такая черство из сердец человеческих. Они даже не поблагодарили Христа за исцеление своего собрата. Ну, может быть, и не совсем собрата, но просто человек. Они не радуются его исцелению, они грустят о погибели этих животных. Но это грустная часть истории. А с точки зрения вместимости души человека, мы начинаем задумываться о том, что человек должен вместить вместо такого объема зла, которое было в его сердце, гораздо больший объем добра. Святых ангелов, святых мыслей, святых настроений, в конце концов, благодати Божией, которая нетварной, для которой приготовлена душа человека от создания. Ведь когда Бог создал Адама, в Библии сказано, Он лицом к лицу вдыхает в него дыхание жизни. Это свидетельство о том, что Бог создал Адама для прямого личного общения, лицом к лицу разговаривает с ним, с Богом Моисеем и другие святые. И вот эта обширность человеческой души заставляет задуматься человека современного, которому, так сказать, пытаются внедрить мозг, что он просто робот, высокоорганизованный. Ну, скоро интеллект искусственный обгонит его. Поэтому ничего там особенного не найдешь. И все достаточно примитивно. Потребности минимальные. Поесть, поспать. Примитивные страсти удовлетворить. Ну и все, какие ваши еще требования. Вы люди, но вот в лучшем случае высокоорганизованные животные. Умейте вести себя социально адекватно. Будьте терпимы. Будьте довольны тем, что вам дают. И больше ничего. Остальное все сказка про белого бычка. Но мы с вами веруем и знаем, что это не так. Что это современный блеф. Что людей пытаются уверить в том, что они животные, высокоорганизованные. Что им не нужно ни благодати Божией. Что их душа не может вмещать что-то большее, чем физиологические процессы. И поэтому, собственно, чего искать. Кроме того, сегодняшняя Евангелие заставляет нас задуматься о том, что человек в течение жизни может исправиться. Благодатью Божией может стать другим. Как легко мы осуждаем людей. Вот бегал бы этот бесноватый сейчас среди нас. Опрокидывал бы здесь посвечники. Бил бы людей. Кричал, рычал. Мы бы сказали, ну ничего себе. Бедный человек в лучшем случае. А так, наверное, он и грешил много. А ведь Господь исцеляет его. И он хочет даже за ним идти. Идет, благовестует дальше о том, что Христос его исцелит. И как легко наш человеческий ум впадает в то, чтобы осудить человека. Пусть он даже и действительно одержимый. Одержим злом. Говорит что-то плохое. Осуждает, обижает нас с вами. Но мы должны помнить, какова любовь Божия. Она во многом превосходит наши человеческие мерки. Мы любим тех, кто ведет себя благопристойно. Кто нам улыбается. Кто нас поздравляет с праздниками. Дарит нам что-то хорошее. А вот такого человека любить очень сложно. Потому что он во всех смыслах неудобен. Но, может быть, его судьба все-таки должна быть нам интересна. Потому что Господь рассказывает про него. Потому что апостолы сегодня вспомнили в Евангелии о нем. И потому что Господу не все равно, что с ним происходит. И он находит время и силы прийти к этому человеку. И исценить его от его тяжелейшего недуга. И он приходит в себя и становится последователем Христа. Как легко мы спишем такого человека со счетов. Скажем, ну вряд ли. Но если что, может быть когда-нибудь. Будем ли мы молиться за такого человека, которого лицо искажено злом. И который делает что-то неприятное и неприглядное. Думаю, что большая часть из нас молиться за такого человека не будет. А еще ходят всякие православные, в кавычках, байки, что молиться за такого человека нельзя. Потому что сам не сноват. Поэтому боятся люди. Не то, что не хотят, а даже боятся. Ну, свят, 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 как говорили бабушки. Не дай Бог. Уж как-нибудь сам. А на самом деле Божья любовь превосходит вот эти мерки. Сегодня мы, как за всякой литургией, читали молитву после причастия. Погружая частички в чашу. Такая молитва. Отмы, Господи, грехи помянутых здесь, кровью Твоей честной, молитвами святых Твоих. Казалось бы, если придерживаться протестантского подхода, но достаточно силы Христовой, кровь Христа, что может быть сильнее? В частички опомянутых людях погружаются в чашу с молитвой. Господи, омой грехи здесь, ну, по-славянски, отмой. По-русски, омой грехи помянутых здесь Твоей кровью. Надо ли еще что-то добавлять? Протестанты скажут, нет, ну, они вообще литургии не признают. Ладно. Но зачем молитвами святых? Причем здесь еще святые, если Господь в своей крови умывает человеческие грехи? Зачем еще молитвы святых призывать? А вот Церковь это делает на каждой литургии, и получает нас, что мы должны соучаствовать в спасении наших ближних, не только в своем собственном, индивидуальном эгоистическом спасении, которое вряд ли состоится, если мы будем эгоистами, а должны помогать другому спастись. И святые в деле Христа соучаствуют. Таинственным образом Христос говорит, да, моя кровь всесильна, но я хочу, чтобы и вы, угодники мои, праведники, ответы угонившие мне святые, мы поучаствовали в спасении человечества, вымывании их грехов. Видите, какая любовь Божия? А мы с вами, мы где-то в углу предпочитаем сидеть. А я здесь при чем? Я грешный. Но это не так просто. Мы призваны к святости, и Господь говорит, святая святым перед таинством причастия, последний возраст на литургии, святая святым. Это двойственное число, отсюда святая. Святые тела и кровь святым христианам. Мы призваны с вами к этому. И мы не имеем права оправдываться и отмекиваться. Мы должны участвовать в спасении даже бесноватого человека. Мы должны воздохнуть о нем Богу. Не надо оттречиваться, так сказать, кивая на свою греховность. А может быть, мы так и спасемся от своей греховности, молять за других. У святого села Анафонского есть одно место в его дневниках, где он пишет, что я много плакал и усопши. Много плакал и молился о тех, кто умер уже. И чья судьба, наверное, может измениться только молитвами других людей. Потому что попав в тот мир, человек как бы фиксируется в том состоянии, в каком он ушел туда. В чем застану, в том усужду. И вот много я плакал об этих людях, а один подвижник сказал мне, не надо, молись только о своих грехах, потому что ты, мол, много на себя берешь. Я попробовал так перестать молиться о людях, и Дух Святой отошел от меня. Я потерял благодать Духа. И когда я посоветовался с другим духовником, то он сказал, совет был неправильный, брат, верни молитву за ближних, верни молитву не только за усопших, но и за живых, и благодать вернется к тебе. И Дух Святой действительно вернулся ко мне, пишет Святой Силан. Я стал опять молиться за усопших и за живых. Я стал думать не только о себе, и благодать Духа Святого сопутствовала моим молитвам. И я сердцем чувствовал, что Дух Святой соучаствует со мной в молитве о людях. Казалось бы, Великий Святой, и можно сказать, что это не про нас, но, простите, Святой Силан немалые грехи в миру совершил, если вы почитает его жизнь. Его жизнь была покаянной в монастыре, но, тем не менее, он испытал важность молитвы за ближних. И сегодняшняя история говорит нам о том, что ни в коем случае мы не должны уподобиться этим жителям, которые в таком человеческом гневе попросили креста уйти только потому, что их сердца были черствы, и что им было абсолютно все равно до этого человека, а виново волновали их собственные свиньи, домашние животные, которые погибли в результате этого события. А почему Господь упустил, что бесы вошли все-таки в животных? А знаете, чтобы было понятно, что произошло. Вот сказал Бог, вышли бесы, ну, можно подумать, вышли, успокоился человек, насколько их там было, а насколько это серьезно. Ну да, мы видели его состояние, но, может, он сам больной. А когда эти бесы вышли и вошли в этих вот свиней, и когда эти свиньи огромным стадом утонули в озере, вот это наглядно. Смотрите-ка, сколько их там было. Смотрите-ка, какое разрушение, какая деструкция, какое безобразие. И это все было в нем. И Господь говорит, ну вот и посмотрите, если вам жалко своих животных, значит, вы жестокие социальные. А чтобы вы поняли, насколько человек мучился, вот я вам показал, сколько сразу животных эти бесы уничтожили. Поэтому сегодняшняя Евангелие настраивает нас на то, что мы должны понять, насколько вместе с одной стороны велика любовь Божия, которая хранила этого бесноватого от смерти преждевременной, хотя мучим он был множеством бесов. На том, что Бог учит нас, показывая наглядно, насколько зло уничтожительно и деструктивно, показывает нам, насколько Господь любит человека в любом состоянии. И мы должны в этом поучаствовать, в этой любви. Что в любом состоянии человек готов, может покаяться. И вместимый души человеческой настолько велика, что все современные сказки про человека, высокоорганизованное животное, являются блефом. Человек готов вместить не только ангелов или бесов, но и самого Бога. И для этого он создан. И, наконец, сострадание к ближнему является главной чертой христианства. И Господь нас этому учит, а мы как будто даже не хотим это слышать. Мы говорим, ну, типа, не для нас. Но тем самым вычеркиваем себя из списка христиан. А Господь говорит, что любовь к ближнему и любовь к Богу это неразрывные две части одной добродетели любви, которая только и может вести нас в Царство Небесное, помочь нам победить грех как в нас самих, так и в наших ближних. Аминь. Причастники, возблагодарим за святое причастие. Скажем, мы измолилием и часовня приходобного за покойное идея. Выслушаем молитву на Благодарстве. Слава Тиме Боже, слава Тиме Боже, слава Тиме Боже.